Всем привет! Давайте в этом ролике рассмотрим, как сделать скелет персонажа в Maya и зеркального в Blender. Ну, чтобы как бы сравнение что-ли было. Первым делом давайте в файл импортируем себя какого-нибудь персонажа. Так. Находим любого персонажа. Импорт. Альт. Левая кнопка мыши. Выбираем персонажа и давайте с помощью MOV поднимем его вот сюда. Альт. Колесико зажатое. Так. Смотрим. Чуть-чуть еще приподнимем. Вот так. Теперь, что нужно сделать. Давайте сразу создадим ему Layers и Create Layers from Select. Переименуем его и назовем, допустим, Sun. По-английски. Enter. Save. Пробел нажимаем. Смотрим, по какой оси. Вот эту X. Ось выбираем. Вот так у меня стоит персонаж после The Brush. И давайте вот сюда костей понавтыкаем. Переключаемся. Region. И тут Region. Выбираем. Выбираем Joint. Выбираем. Нажимаем где-то на TAS. Не видно именно костей. Нажимаем Shading. Нажимаем X-Ray Joint. Теперь видно. Выбираем колено. Выбираем вот эту пятку. И здесь две кости вставляем. Пробел нажимаем. Выбираем. Так. Вот этот теперь по Z. Alt. Колесико подтягиваем. По иерархии идем вверх. И теперь с помощью MOV вот сюда подтягиваем. Следующую эту косточку выбираем. Подтягиваем. Так. А вот эту косточку тут ступня чуть-чуть развернута. Вот в этом виде. Alt. Левая кнопка мыши. Здесь тоже Shading поставим X-Ray Joint. Выбираем так вот эту косточку сюда. И эту косточку. Так. Сбрасываем вот эту косточку сюда. Ну как-то так. Alt. Левая кнопка мыши. Колесико. Ну вроде все нормально. Вроде или кажется. Ну вставлены кости. Теперь давайте кости по позвоночнику вставим. Это уже по Z. Выбираем. Здесь тоже нужно в Shading X-Ray Joint поставить. Чтобы было видно. Выбираем джойнты. Выбираем таз. Вот эту косточку. Alt. Зажатое колесико. Сюда косточку. Сюда косточку. И на башку косточку. Так. Теперь смотрим. Вот в этом виде. Alt. Левая кнопка мыши. И Mo. Включаем. Можем немножко это все дело. Так. По иерархии вниз пройдемся. Это стрелка вниз. Это шея у нас уже. Можно ее немножко приподнять. Ну и вот эту косточку башка хаи остается. Пускай точнее. Так. Пробел один раз нажимаем. Теперь ставим вот этот вид по Z. Выбираем джойнты. Выбираем вот сюда косточку. Вот сюда. Теперь на локоть. На кисть. И вот сюда. Буду делать без пальцев пока. Для понимания. Так. Теперь вид. Ну давайте. Сверху вот этот посмотрим. По иерархии идем вверх. Стрелка вверх. Так. Теперь это все с помощью. Вот этого Mo. Подгадываем. И вот так все это дело. Перекручиваем. Ну вроде установилось. Так. Плечо еще можно немножко подкорректировать. Ну вроде все установлено. Пробел один раз. Ставим теперь вот в этот вид. Альт. Левая кнопка мыши. И давайте срастим вот эти все джойнты. Так. Это нажимаем Enter. Готово. Это нажимаем Enter. Готово. И вот этот нажимаем тоже Enter. Готово. Так. Выбираем вот эту косточку теперь. Подзавис. Вот эту косточку выбираем. Shift. Вот эту. И жмем английскую Pi. Сращиваем. Alt колесико. Так. Поближе поставлю. Выбираем вот это дело. И вот это через Shift. Жмем Pi. Все срастили. Нужно теперь все это делаем. Выровнять вот это по оси. Как делаем? Выбираем скелетон. Теперь колесиком жмем на вот эту полоску. И левая кнопка мыши оттаскиваем. Находим ориентацию джойнтов. Жмем на квадратик. Будем делать их. Так. Попробуем по X. Ориентация Apple. Все нормально или не нормально. Сейчас посмотрим. Так. Вот этот джойнт. Смотрим Apple. Ну все вроде нормально. Так. Теперь тазовую вот эту. Apple. И вот эту тоже. Apple. Все нормально. Вроде все выровнялось. Теперь смотрим что нужно нам сделать. Это. Отключить. Нажимаем пробел. Заходим вот. Вот этот вид. Выбираем теперь вот эти кости. И делаем Mirror Joint. Только уже по YZ будет у меня Apple. Ну вот все нормально выставилось. Ну и этих тоже Apple. Закрываем. Следующий этап нужно все это дело привязать к персонажу. Выбираем тазовую кость. Вот эту. Создадим сразу layers. Crit layers from selected. Так. Переименуем его допустим в скелетон. Жмем сейв. Все нормально. Так. Теперь выбираем через shift персонажа. И заходим в скелетон. Так. Skin. Bend skin. Квадратик нажимаем. Здесь чуть-чуть настройки поменяем. Вот в этой вкладке. Skinning med hot. Вот этот. Жмем Witch blended. Здесь опускаемся до единицы. Ну и все оставляем в том же духе. Жмем bind skin. Все прирастилось. Теперь если мы выбираем кости. Вот можем двигать персонажа. Так. Что еще можно сделать? Кости можно еще переименовывать. До того как вот вы будете уже это все дело соединять. Где все это дело найти? Это мы заходим значит в Windows. Так. Пардон. Windows. Скелетон. Нам нужен оверлейт. По-моему где-то он тут. Вот он. Windows Outliner. Во. И вот здесь вы можете все джоинты вот эти. Вот на руке допустим переименовывать. Нажимаете. Нажимаете. Вот выделилось. Вот этот джоинт. И можем писать допустим рука. Там один hand. Джоинт. И вот она теперь переименована. Теперь можно выбрать вот этот джоинт. Так. Вот этот. посмотреть где какой вот эта нога. Тоже по-английски пишем типа как-то нога. И допустим какая-то будет у него правая букву П можно поставить. Ну вот такая штукенция. Вот такой персонаж. Так. В следующем ролике под настроем вот эти все. Так. Тут еще на веса ему поставить будет. Подкорректировать вот эти все движения костей. Если тянуть где-то что-то будет. Но это уже разберемся в следующем ролике. Теперь давайте в Blender посмотрим как создается вот этот скелет. Итак. Вот Blender 2.83. Селчок. Английская. А. Все это дело давайте. Delete на клавиатуре удалим. Единица на NumPAD. Файл. Import. Подгрузим опять этого же персонажа. Обж формат он у меня. Так. Так. Солдат 1. Вот он опять так установился после The Brush. Поднимаем. Тройка на NumPAD. Вид сбоку. Alt. Пардон. Shift. Зажатое колесико. Смотрим чтобы он стоял на уровне пола. Можно нажать клавишу G. Подогнать. Единица на NumPAD. Отключаем Move. Феликбокс. И теперь давайте Shift. А. Сочетание клавиш. Нажмем. Арматура есть. Или в Add. Арматура. Выставляем. Английская S. Прибавляем. Теперь вот здесь вот можно с помощью Move. Приподнять чтобы она ровно стала. Ее не видно. Заходим вот. Object Date. Via Port Display. Находим. И In Front ставим. Вид спереди. Ну а теперь заходим в Edit Mode. Так. Выбираем всю косточку. Если она большая. Можно S. Английская уменьшить. Выбираем вверх кости. Shift. Зажатое колесико. Чуть подравниваем. И погнали. Е. Английская. Выставляем до груди. Выставляем на шею. Выставляем на голову. Есть такое дело. Теперь косточку нижнюю вот эту выбираем. Жмем Е вниз. Вот так. Выбираем ее. Alt P. Clear Parent. Отсоединяем. Английская G. Подводим G. Опускаем до колена. Чтобы вот таз ловила здесь. Теперь тройка на нампаде. Shift. Колесико чуть-чуть приподнимем. Колесико покрутим. Приблизим. Выбираем. Вот эту вот вверх кости. G. Выводим ее на колено. Е. Выводим на пятку. Е. Выводим вот сюда. И Е. Выводим вот сюда. Одну Е. Можно вот так вот вывести косточку. И отсоединить. Alt P. Clear Parent. Соединить теперь ее вот с этой косточкой. Через Shift. Сначала вот эту косточку. А теперь вот эту выбираем. И жмем Ctrl P. Keep Offset. Создаем связь. Между ними. Так. Единица на нампаде. Shift. Колесико зажатое. Выбираем вот эту грудину. Е. Вытаскиваем ключицу. Отсоединяем ее сразу. Alt P. Clear Parent. И от этой вот кости. Е. Вытаскиваем сюда. Е сюда. До кисти. И вот на саму кисть. Пальцы опять же делать не буду. Ролики есть. Где это делал и кисти. И многое что еще. Так. Теперь выбираем вот эту косточку. Выбираем Е. Вытаскиваем ее вверх. Они будут. Вот за них будем водить. Потом сравним. Как делается именно в Майе. Вот эти вот все. Как их там называют. Ориентиры. Или как. Манипулятор. Допустим. Назовем. Ладно. И теперь делаем. Alt P. Клиер. Клиер. Отсоединяем. И вот эту соединяем с этой косточкой. Ctrl P. Keep Offset. Создаем связь. Вот эту косточку соединяем с грудиной. Ctrl P. Keep Offset. А эту косточку с этой. Ctrl P. Keep Offset. Все. Связь создана. Теперь что нужно сделать. Нужно вот это все отзеркалить. Здесь зеркалить можно вот таким вот образом. Левая кнопка мыши. Сразу все выбираем. То что не выбралось. Да. Выбираем. Смотрим. Тройка на нампаде. Чтобы все косточки нужные были выбраны. Единица на нампаде. Вид спереди. Вот так все устанавливаем. Жмем Shift D. Сочетание клавиш. Дублируем. Щелчок. Правая кнопка мыши. Mirror. X Global. И теперь все это дело подставляем вот сюда. Отзеркалили. Так. Что еще можно сделать. Семерка на нампаде. Вид сверху. Где-то вот так можно поставить. Так. Опять же с помощью мог где-то какие-то косточки подкорректировать. Вот так. Все нормально. Ну вот такой простой риг. Давайте его теперь свяжем. Давайте его теперь свяжем. Заходим в Object Mode. Выбираем сначала персонажа. А потом косточки через Shift. И жмем Ctrl P. With Automatic Widget. Соединяем. Все это дело. Выбираем косточки. И можем вот теперь персонаж передвигать. Следующий этап это уже заходим в Post Mode и делаем анимацию. Так. Единица на нампаде. Ну вот такой процесс. Так. Кости тут можно еще менять. Разные делать. Вот такие. Бибон. Бибон. Шейт. Пока. До свидания.